Весной этого года у нас был первый выпуск. У нас наши студенты отучились четыре года первые. Нужно защитить диплом. Кроме всего прочего, там какое-то количество зачетов, порядка 30 зачетов, около трех экзаменов, два экзамена, таких по профессиональных, и еще дополнительный экзамен по практике ведения консультации, и после этого диплом. Диплом очень простой. То есть каждый дипломник получает в качестве задания некоторую дату рождения, время рождения, место рождения неизвестного ему человека. Настоящий живой человек вполне реальный. Экзаменаторы знают этого человека, а дипломник его не знает. Единственное, что он может о нем знать, пол, это мужчина или женщина, все. И вот он должен представить сначала письменном виде работы, где-то страницу на 20-25 машинописанного текста, где он подробно описывает характер этого человека, события, самые важные события в его жизни, как его жизнь протекала до настоящего момента, и ему дается дата, на которую нужно сделать прогноз. Скажем, прогноз на 92-й год. Он приводит возможные варианты прогнозов, и если он попал точно, если его описание близко к реальному характеру, если прогноз сделан точно, тогда он допускается к защите диплома, где уже там более подробно он должен работать с той же самой карты, отвечать на дополнительные вопросы экзаменаторов, так как если бы он вел консультацию. То есть вот уже как консультирующий астролог, когда к нему приходит человек за вопросами, он ему сначала задает общие вопросы, потом спрашивает, а что у меня там будет в будущем году, там вот с деньгами, найду ли я новую работу, у меня вот вопросы с детьми. То есть он должен суметь ответить на все эти проблемы, но не на будущее, а на то, что уже произошло. То есть он описывает, он должен написать человека, про которого все известно, как бы прошлое, а он о нем ничего не знает. Ну и если ему это удастся, точно все это описать, тогда мы считаем, что защита диплома прошла успешно. Да, у нас было несколько просто блестящих дипломов, когда сами преподаватели были в восторге. Один из них был, когда человек назвал, ну мало того, что все события, как карьера развивалась, но назвал профессию человека, что он сыграл авиаконструктор, что он работает на высоком посту, там главного инженера или директора, или генерального конструктора, в закрытом учреждении, даже сферу назвал. То есть такое ощущение было, что осталось только фамилию, называть конкретно о ком. Он не знал, о ком речь. Ну, на самом деле, таких-то генеральных конструкторов довольно много по стране. Подробно описаны, когда защита у него, диссертация была, какие стадии повышения, там с браком, в каком году. Это у нас эти дипломы хранятся, мы сами, так сказать, в восторге, когда наши студенты так хорошо защищаются. Были, конечно, несколько неудачных дипломов, но мы стараемся таких дипломов в защите не допускать, то есть, чтобы не травмировать людей, заворачивать их на первичной стадии. То есть, прежде чем пройти защиту, они должны пройти рецензию. Видно, что описание неудовлетворительное. Тогда зачем человека вытаскивать на публичную защиту? Ну, вот 50 человек, которые у нас закончили, все они достаточно хорошо сделали свои дипломы, хотя взяли дипломы человек 200, получили дипломные задания, больше 200 человек, но успешно защитилось только 50. Вот. Но что интересно, вот у нас несколько человек уже работает в московских газетах, кто-то на телевидении выступает, кто-то уже педагогическую работу ведет, в частности, мы в Академию приняли двух своих студентов в качестве преподавателей. И, кроме этого, уже в фирмах работают. От один из наших студентов, один из первых защитивших диплом, мы его порекомендовали в одной из фирм. Я недавно был в этой фирме. Серьезная такая московская фирма, занимающаяся, так сказать, операциями с недвижимостью. И вот мне было интересно, как наш студент работает. Оказалось очень неплохо, что он понравился. Он там фактически выполняет такую повседневную работу. Он там пока еще не на постоянной работе. Он боялся переходить, бросать свою постоянную работу. Но его уже директор зовет, бросая все, и переходи ко мне работать постоянно. Он проработал где-то полгода, и всем понравилось, как он там работает. И ему уже предлагают постоянную работу с хорошим окладом. Да, директор говорит, что у них даже эмоциональная атмосфера в коллективе улучшилась, когда появился Остров.